Прекрасная погода стоит в Киеве, октябрь, и мы начинаем совершать фотографические вылазки, короткие вылазки из Киева, пригородные зоны, и одна из самых, на мой взгляд, лучших, это поездка в Белую Церковь. Как вы знаете, здесь находится парк Александрия, кто не знает, я вам рассказываю. Очень красивое место, историческое, с старинными постройками, с красивым пейзажем, и мы берем свою фотографическую технику и едем. Как добраться? Проще всего это сделать с вокзала. У нас с вокзала отправляются маршрутки. Сейчас все маршрутки сместили в зону автовокзала. Это вам нужно выйти, допустим, если вы будете идти от центрального входа или от метро, пройти мимо Макдональдса и начать двигаться в сторону улицы Саксаганского. Вы спускаетесь немного вниз в сторону Саксаганского, посадка на маршрутке на Белую Церковь находится в той части автовокзала, там очень много будет маршрутов разных, в той части автовокзала, которая ближе к улице Саксаганского. После того, как вы садитесь в маршрутку, стоимость проезда в этот раз нам обошлась 60 гривен, она привозит вас в город. Если вы приезжаете на вокзал, то дальше вам нужно еще внутри Белой Церкви пересесть на внутренний маршрут. Вот мы пересели на Семерку и за 5 гривен еще доехали до парка. Добраться до Белой Церкви можно и бла-бла-каром, учитывая то, какие цены сейчас на маршрутки, они растут постоянно. Поэтому такой еще простой вариант. Открываете Бла-бла-кар или устанавливаете приложение Бла-бла-кар на смартфон и смотрите, какие варианты. Не исключено, что вместо тесной маршрутки и плотной посадки рядом с большим количеством пассажиров вы выберете легковое авто и за те же деньги доберетесь на авто. Ну, естественно, такой же вариант и добраться назад. Ну, а мы уже на протяжении нескольких часов съемку ведем в Белой Церкви, в Александре. Здесь потрясающие места. Используется широкоугольная локтика, широкоугольный объектив. В кофре дискретную технику я применяю, только дискретные объективы, потому что качество превыше всего. Также 50 мм полтос с собой и макрообъектив, дающий возможность здесь много таких вот краснеющих листьев, необычных фактур, кора деревьев, трава, какие-то артефакты, связанные с историческим местом. Вот я здесь, смотрите, на какой лавочке сижу рядом с наполеоновской, если это наполеоновской, шляпой. Съемка во многих случаях ведется с большой глубиной резкости. Я стараюсь так диафрагмировать, чтобы передний и задний план у меня получались очень и очень четко. То есть с большой глубиной резкости снимаю. Ну, что вам еще сказать? Готовим следующий маршрут. Вот попробуем сейчас, чуть-чуть темнее станет. Сделаем серию вечерних кадров, уже со штатива будет на длинной выдержке сниматься. И после этого отправляемся назад в Киев. Интересно, как добраться отсюда из Александрии. Пока что у нас нет вариантов. Наверное, с вокзала или с автовокзала идет транспорт. Посмотрим и вам расскажем. Вот возле самой главной достопримечательности колоннады. Называется она на карте амфитеатр. Самое любимое занятие у туристов это проверить акустику. Если ты начинаешь разговаривать в одном конце, то благодаря эхо, отражению от сферической поверхности, слышно в дальнем углу, в другом конце колоннады. И это приводит в восторг всех посетителей. Очень красивые виды. И то, что вы видите за спиной, говорит, что приехать сюда нужно еще раз. У нас сейчас начало октября, еще не так все пожелтело, как хотелось бы. Вместе с тем много красивых панорамных видов. И все это мы засняли, сделали очень выразительные фотографии. И планируем приехать сюда еще раз. Но сегодняшний выпуск, он, в общем-то, посвящен теме, как добраться. И то, что я вижу, что на гугль-картах есть большая зеленая зона и не более того, касающаяся парка Александрея. Несколько схем разрозненных. Поэтому мы больше спрашивали, задавали вопросы местным жителям, как это сделать. И вот выяснили, что последняя маршрутка на Киев в 8 часов. После этого количество транспорта, который уходит, резко сокращается. И эти маршрутки, они идут, двигаются с Пионерской. Отсюда нужно пройти до памятника Броницкой, графине Броницкой. И после этого выйти уже за пределы парка. Маршрутки отправляются в соответствии с загрузкой. Сегодня суббота у нас достаточно много людей едет назад. Но, в принципе, лучше прийти немного раньше. Таким образом, чтобы наверняка. Вот мы вышли возле памятника Танк. Здесь Сильпо. И двигаемся. Вот маршрутка как раз стоит. Совершенно неожиданно она так в одиноком месте. Это вот маршрутка, отправляющаяся на Киев. А с этой стороны темная зона. Ну, уже это заборы территория парка Александрия. Мы успешно добрались до станции метро. Улыбецкая привезла нас маршрутка. И сейчас я строю возле Океан Плазы. Вкусный ужин приготовим. И будем рассматривать фотографии, которые мы привезли. Вагон и маленькая тележка фоток, снятых в Александрии.